Всем привет! Продолжаем серию видео с лайфхаками для канзашниц на канале Куликова Интко. Итак, первый лайфхак это применение вот такой силиконовой лопатки, которая станет незаменимым помощником при работе с такими материалами, как кружево, органза, сетка и другие тонкие и прозрачные материалы. Кстати, впервые я познакомилась с ней в новогоднем видео Насте Куликовой. Там указан еще один способ применения данного атрибута. А теперь поподробнее, как же ее применить. И, собственно, помощь ее в том, чтобы не обжечь ручки рукодельницы. Второй совет, что делать, если ножницы со временем тупеют. Для того, чтобы заострить ножницы, порежем ими фольгу несколько раз. И второй способ взять большую иглу и как бы порезать ее. Так проделать нужно несколько раз. В своей работе я активно использую зажимы, которые покупала для причесок, но чаще пользуюсь при работе с лентами. И их можно использовать по-разному. Например, при склеивании лепестков канзаши. Они фиксируют лепестки надежно и экономят ваше время. Также они вам пригодятся при сборке лепестков. Особенно, когда нужно сделать очень много лепестков. Теперь, когда у нас уже есть заготовки лепесточков, работа на терморезке или даже над огнем пойдет быстрее. И так вы сэкономите электроэнергию и время. Бывает так, что необходимый нам отрезок ленты помят. А ради такого маленького кусочка раскладывать гладильную доску совсем не хочется. Тогда мы можем воспользоваться нагретой лампочкой. Для более узких и длинных отрезков можно воспользоваться утюжком для волос. Многие канзашницы раны используют. Поздно или поздно сталкиваются с такой проблемой. Не могут добиться одинаковости пары цветочков. Они получаются разного размера. При выполнении коллективного заказа у меня возникла такая идея решения данной проблемы. С помощью циркуля и картона я делаю заготовки из кружков необходимого мне диаметра. Также можно сделать один шаблон, прочертив несколько кружков. Затем мы просто фиксируем фетровый пятачок и приклеиваем лепестки, ориентируясь на край круга. Продолжение следует... Таким образом у нас получается не только два одинаковых цветочка по размеру, но и идеальных по форме. Напишите в комментариях какой фишкой вы уже давно пользуетесь, а какой начнете пользоваться после просмотра этого видео. До встречи в новых видео! Субтитры подогнал «Симон»!